Пётр Иванович Юргенсон, основатель династии, был действительно ключевой фигурой музыкальной жизни России второй половины XIX века. Друг Чайковского Николая Рубинштейна, Антона Рубинштейна, основатель издательства, он непосредственно влиял на развитие музыки в России. Вспоминая Бориса Петровича Юргенсона, а это был наш современник, который частым желанным гостем был здесь, в нашей консерватории, должен сказать, что полностью продолжается эта традиция. Он в 1998 году создал фонд Юргенсона, он учредил международный конкурс молодых композиторов имени Юргенсона, и вот поэтому будет звучать новейшая современная музыка, созданная молодыми композиторами. И он продолжил издательство и делительность. Борис Петрович развернул корабль в своей жизни, уже будучи профессором, геологом нейрологических наук, то есть абсолютно другого вида деятельности, в сторону фамильного дела, как делал буквально каждый представитель фамилии. Каждый имел какую-то свою профессию, но никогда не уходил далеко от своего, собственно, фамильного дела. Все наследие Петра Юргенсона невозможно совершенно объять. И какие-то новые-новые факты мы узнаем буквально, ну, если не каждый день, то уж каждый месяц. Петр Иванович Юргенсон был и архивариусом, и издателем, и первым фактически нотопечатником в России. О личности Петра Ивановича можно говорить долго, но для этого у нас существует выставка сегодня, которую мы открываем. Эту выставку, которую представил Российский Национальный музей музыки сегодня, к этому дню, ну, это все, это все дань к тому, что делали наши предшественники и наши предки. Когда-то Московская консерватория с любовью собирали все, что относилось к имени, все, что было связано с именем Юргенсона. И это было в музее консерватории. Со временем история избыли, что потом эти материалы попали в другой музей, который назывался музей Меглинки. И мы также, и наши предшественники, мы сегодня бережно, и с любовью относились ко всем материалам, которые нам выпала честь хранить в этот период. И выставка о династии Юргенсона. Юргенсон первый из сегодня Московской консерватории. Я хочу сказать, что мы очень активно, очень активно ведем работу именно по поддержанию, по изданию российских, сочинения российских композиторов. Мы являемся партнерами фонда Юргенсона. И я просто хочу сказать такую вещь, что у Матушки России, конечно, есть очень много медалей на груди за всю ее историю. Так вот, Юргенсон и музыка, мы считаем, что это одна из очень значимых таких медалей, которые мы с гордостью несем и будем нести дальше. И мы очень желаем на долгие-долгие годы продолжения консерватории вот этого большого-большого хорошего дела. Спасибо вам. Еще раз низкий поклон вашей семье. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.